Танзеля Голосова, мать троих детей, хотели с мужем еще одного. Этой осенью ее на седьмом месяце беременности отправили в Барнаульский Дар на скрининг за 400 километров по не самой хорошей дороге. А в Даре, говорит, еще три часа ждала приема к врачу. Много было посетителей. Когда прошли УЗИ, нам сказали, что все хорошо. Никто ничего не заметил. И мы поехали спокойно домой, потому что рассчитывали на то, что все у нас хорошо. А оказывается, у нас были на пуповине истинные узлы два. И, соответственно, мне уже в тот момент нужно было оставлять в больнице и роды разрешать. Ни о чем не подозревая, вернулась домой. Не тревожились и местные врачи, ведь в Даре сказали, что все хорошо. Когда стало ясно, что неродившийся ребенок умирает, было слишком поздно. Танзеля уверена, все произошло из-за спешки и невнимания врачей. Так что, когда кулундинское отделение закрыли, и пациенток стали настойчиво отправлять в Дар, ее это возмутило. Перинатальный в Славгороде гораздо ближе, но и там, уверена она, врачи не смогут всем уделить достаточно внимания. Соединив несколько районов в Славгороде, их сократили, им тоже кое-какое место. Хотели бы они кого-то видеть, другого. Это и немецкие районы, Хабары, Славгород, получается, сам же Славгородский город, и мы туда еще. Вот представьте, а сейчас еще и в Благовещенке закрыли. Это родильное отделение кулунды. Пустые коридоры, пустые кабинеты. И врачи, которые разводят руками и отказываются говорить на камеру. В личном разговоре они заверили, что принять экстренные и без осложнений роды здесь смогут. Но рождаемость в селе сильно упала. В этом году родилось 16 малышей. Отделение держать невыгодно и даже опасно. Чем меньше мы рожаем, естественно, тем меньше опыт у врача-гинеколога. Это тоже влияет на свое. Потому что если одни роды в месяц пройдут, то руки. Руки, руки. А там более квалифицированное, более оборудование какое необходимое для... То есть бригада для этого необходима. В Кулунинской ЦРБ, как и во многих других, кстати, сельских больницах, таких специалистов сегодня мало или попросту нет. Все едут в город работать в больших перинатальных. Плюс, отметил Михайлык, в последние годы больше и женских патологий. А с этим тем более положено отправлять в Барнаул. Остается вопрос, почему в крае стали меньше рожать. Танзеля уверена, многие женщины, зная, что им предстоит ездить за сотни километров, тратить большие деньги и просиживать часами в ожидании приема врача, попросту пугаются, не решаются рожать. Такой вот замкнутый круг. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.